Второй подъезд здания, четвертого здания казармы или же правое крыло, первый этаж и мы посетим еще подвальное помещение. Дверь здесь конечно заколочена, забита, замурована, без кирпичной кладки. Вот он виден велосипед, это с той стороны под дверями из здания столовой воинской части 47-280. В казарме этой части мы находимся. Четвертая по счету, второй подъезд. Начинаем движение. 4 мая 2018 года, отсюда мы как бы зашли, двери, первая дверь налево. А вот тут всегда в этих щитках гнездышки птички обустраивают. Вторая дверь. Это рядом здесь все. Смотрели этих, пойдем потом на... Сегодня мы не пойдем на второй этаж, нет. Идем теперь налево. Вольник. Небольшая комната на одно окно. По калидору налево. Большое помещение, видимо спальное помещение. Помещение. Времени сейчас, наверное, уже ближе к пяти местного. Еще одна комната на одно окно. Кубриком его не назвать. Это помещение. Здесь были нищие ранее. Одно помещение. Одно помещение большое. Ну, все относительно. Ну, больше, чем все остальные спальные помещения, как я определяю. Ну, слева уже будет туалет. Зазначение этой вот железяки, так я и не пределил. Что это такое, для чего стояло. Тут только что вот тексты некоторые. 75-77. Это вот элемент противогаза. Туалет, друзья. Говорю, вот здесь я и вошел. Вот здесь. Именно это окошко. На первом этаже. Через туалетную комнату. Все. Посмотрели. Не помню, говорил я, не говорил. Если в комментариях, уважаемые участники группы Алтыш-Лагерь, будете комментировать. Вы же, пожалуйста, ссылайтесь на время, указанное там, где какой-то кубрик был или же что-то заинтересовал. Называйте минуты, секунды. А не так, что где-то ты шел, а там ты заходил в наш кубрик или же в другое помещение. Мы здесь начинали наше видео. Вот мы уже посмотрели, исходный. Этот не работает. Только мы пойдем сейчас в подвал. Мы с фонарем. Темнота там, конечно, серьезная. Какая-то банка из-под чего не определена. Да, не больно и хотелось. Направо попозже пойдем тут. Классно все. Это была решетка. Вот уж не знаю, для обуви. Или для чего уж такая безобразие. Не могу определить. Маленькая дверь сразу прямо. И тут какие-то отопительные что ли элементы. Не будем туда заходить в комнатку. От входа. Вот мы как зашли, налево сразу идем. Шлей валяется. Это я здесь уже тоже подобрал. Состояние хорошее. Может даже возьму с собой. Кто проедет из вас, так да. Как сувенир замок тут. Работает. Вот тут была маленькая дверь, небольшая. Что-то выдавали или наоборот сдавали бойцы. Три двери. Одна из них налево. Какая-то комнатушка. Кладовочки какие-то. Бендешки. Это видимо сушилка. Судя по тому, что трубы мощные. И вот такие железяки. Тут где-то был тапочек бабаян. Вот. Попал на историю бабаян. Еще одно помещение довольно большое. Подчеркивает полнотянутый столик. Еще один тапочек. Без бабаяна уже. Вот ствол был фигурный. Какой-то. Ну не фигурный. Ножки фигурные. Я уже заглядывал вот так и сяк. Может текста нет. Вот тапочки еще. Все. Это крыло посмотрели потихонечку. Выходим. А вот еще. Уже не тапочки. Кроссовки. Спортивная обувь. Кроссовки. Кто-то не успел переобуться. Вот мы тут зашли. Кроссовки. И сразу направо. Как бы вот. Решетка. Дверная. Ах. Двери решетки. Открыли. Заходим. По колидору. Полностью мой фонарь не дает. Проверим что он тут. Нет. Не добивает. Хваленный мой фонарь. Раздевалочка небольшая. Вешалка. И здесь душевая. Вот где-то текст увидел. Это кладовая номер 4. Конечно вранье. Увидим что это была душевая. Может ранее была душевая. Потом использовали как кладовую. Все может быть. Кобеля еще тут висят. Охотникам. Охотникам для. За кобелями. За цветным металлом. Тут еще есть. Где поживиться. Двери ничем не примечательны. Просто двери. Здесь кладовая. Учебно материальной базы. У нас 5 наверное помещение. Заходим мы в баню. Баня или сауна. Уж не знаю кто ей пользовался. Ну военнослужащие. Понятно. Не для гражданских жилиц. Это типа предбанника что-то. Или комнаты отдыха. Камин. Довольно неплохо сохранился. А что ему будет. Стоит себе. Стоит. Это обито все стены. Под сруб сделано. Горбелем что ли. Вот посмотрите какие тут. Что-то вспоминал из военнослужащих. Давно правда. Что были. Я не был здесь ранее. Первый раз тут. Все таки залез об окошко. Иначе никак было не сделать. Заходим сюда. Да. Это хуже конечно сохранение. Сохранность. Это бассейн. Небольшой бассейн. Вот он. Трудно на шее фонарь. На веревке. Тоже образно. На ремне. Вот так можно было подняться. По лесенке чудесеньке. И окунуться после парной. Тут же был душ. Видимо. Вот тут еще. При бомбасике для него. Слив. И вот парная. Жаль что потолок упал. Но мы все равно хоть что видим. Вот тут и полочки. Полочки. Полки. Уже не знаю как сказать. С техническим фонарем. Вот посмотрели мы баню. Конечно будет здорово если кто-либо вспомнит. Видимо были. Полочки для мыла. Для. В общем мыльных принадлежностей. Банных. В одних. Началки. Выходим. Тут было зеркало. Вот в этом стене. Вот оно зеркало. Здесь видно что облегает свет. Ну что то здесь. Что думаю какие тексты. Более всего мне интересуют тексты. Здесь какие-либо. нет текстов. Выходим. Тут наверняка сходит свою баню. Это четвертая казарма по счету от КПП. Шесть. Техническая кладовая. Это второй подъезд или правое крыло казармы. Подвальное помещение. Ага. Они там заглядывали. Вот как мы заглянули. Вон в то окошко. Ну и последнее помещение. Сейчас посмотрим. На этом мы закончим. Большое помещение крайне налево. Сверху у нас. Так если ориентироваться это туалет. Туалетная комната. Свет мы выключили и уходим. Ручка интересная. С чего-то сделанная. Дверная. И вот самое маленькое помещение торцовое. Отопление было. все. Потихонечку выходим. Мы посмотрели с вами. Первый этаж и подвальное помещение. здание казармы Коя. Четвертое. Четвертое по счету. Второй подъезд и лежит. Правое крыло. Не забыл ли. Ножку с кружкой. Здесь мы начинали наше видео. Здесь мы завершили. Всем все доброе. До свидания. До новых встреч. А в рукавицах понятно почему я. Везде грязь. Везде антисанитария. Поэтому я в перчатках. Тепло на улице. Сегодня, наверное, 22 градуса. Никак и не выключусь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.